Карачаево-Черкесия на телеканале Россия 1, главные вести республики. С вами Руслан Куркмазов, мы работаем в прямом эфире. Сегодня президент России Владимир Путин в очередной раз ответил на вопросы россиян во время прямой линии. Всего поступило около двух миллионов вопросов. Глава государства почти за четыре часа прямого эфира ответил на 68 вопросов. Россияне поднимали самые разные проблемные вопросы, с которыми они сталкиваются каждый день. Жительница Карачаево-Черкесии Роза Капушева также озвучила президенту России свой вопрос о газификации своего домовладения в северном микрорайоне Узжигуты и о высокой стоимости подключения. Это очень важная для всей страны проблема. Я хотел бы напомнить, что еще в апреле месяце Всероссийская политическая партия «Единая Россия» вышла с такой инициативой. Президент в своем послании Федеральному собранию эту инициативу партии поддержал, дал поручение правительству Российской Федерации. Уже 1 июня был подписан закон о так называемой «золотой миле», о том, чтобы каждому домовладению бесплатно был подведен газ. Для нашей республики данный вопрос нашей жительницы очень актуален, потому что мы достаточно серьезно увеличили процент газификации наших населенных пунктов до 83%. Это очень высокий и серьезный показатель, но мы понимаем, что для многих наших жителей эти средства иногда неподъемные. Поэтому действительно это очень нужный, своевременный закон. И то, что касается данного непосредственно, непосредственно этого поселка, микрорайона в северной части Ужжигуты, на самом деле сегодня там заселено порядка 20% от своего времени, которое в 90-е годы было выделено 980 участков под индивидуальное жилищное строительство. Вот порядка 20% заселено и абсолютно правильно и справедливо, что люди имеют право для того, чтобы им подвели газ. Если конкретно про этот поселок еще говорить, проектно-смертная документация в завершении. И в 2022 году «Газпром» распределение «Черкеск» выйдет на строительный объект данного района. Ну и в будущем мы планируем, конечно, как он будет расти, этот поселок еще и строить там социальные объекты. А в целом, конечно, хотелось бы еще отметить, что вообще развитие газификации в нашей республике очень важно, и особенно для сельской местности, для горных населенных пунктов. Поэтому я думаю, что этот закон, еще раз повторюсь, очень своевременный. Мы начали работу по всем населенным пунктам с «Газпром» распределения «Черкеск». И сегодня съемочная группа «Вестей» встретилась с автором вопроса жительницы Узджигуты Розой Капушевой. Она не ожидала, что сможет дозвониться. Вопрос о газификации актуален для многих российских регионов. И уже скоро данная проблема решится, и газ придет во многие дома. Сегодня первый раз напрямую у вас получилось обратиться к президенту. Ожидали, что у вас получится подключиться, вклиниться в прямой эфир. И что у вас было, когда вы поняли, что вышли в прямой эфир? Не ожидала, конечно, но была счастлива. Надеюсь, на лучшие. А вот сама реакция президента и ответ из его ВУЗ, насколько вас устроило и насколько удовлетворено? Да, удовлетворено полностью. Если все будет так, как он сказал, что вас не должно касаться, сколько будет потрачено до вашего двора затраты. Вот. Да, удовлетворено. Надеюсь, что так и будет. Стабильно, но сложно назвали сотрудники Роспотребнадзора ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии. Речь может идти о третьей волне пандемии. По данным статистики, заболеваемость медленно растет. За последние полторы недели в республике, как и по всей стране, наметился небольшой, но стабильный рост числа заболевших. Кроме того, отмечается низкий рост числа привитых граждан. На сегодняшний день первую стадию вакцинации прошли 15% от общего числа жителей. Полностью завершили вакцинацию 12% населения. Для создания эпидемиологической коллективной защиты необходимо около 70%. В республике продолжают действовать ограничительные меры по профилактике COVID-19. Указ главы от 17 марта 2020 года остается в силе, который подразумевает. Я напоминаю просто, дело в том, что люди расслабились, люди уже забывают о том, что нужно выполнять эти меры профилактики. Но эти меры профилактики не отменены. Мы должны об этом помнить всегда. Мы должны помнить о том, что в общественных местах, в закрытых помещениях мы должны всегда пользоваться нащипной маской. Маску нужно менять каждые 2-3 часа. Сейчас это очень важно, потому что лето, жарко, собирается конденсат, маска быстро выходит из водности. Также нужно помнить о том, что режим дезинфекции также остается в силе. Мытье рук, обработка рук, обработка поверхности в общественных местах. Сейчас это очень актуально, нужно быть очень точным и пунктуальным в этом отношении. И весь из оперштаба. Сегодня в Карачаевой Черкесии выявлено 22 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 20 894 человека. Из них 20 367 выздоровели, 30 36 человек госпитализированы. А сейчас пришло время прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь и гроза. Ночью в отдельных районах сильный, с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Ветер восточный 5-10. Температура ночью 13-18 в горах 7-12, днём 24-29 и в горах местами до плюс 23. В Черкесии без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 16-18, днём 27-29 градусов тепла. Приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции в торговом центре Черкесской полицейские проверяют соблюдение масочного режима. В ходе рейдового мероприятия была осуществлена и профилактическая работа. В ней приняла участие и Альбина Ламкова. При посещении объектов торговли важно использовать маски и перчатки в целях защиты вашего здоровья и здоровья окружающих. Конечно же, покупка должна быть не только приятной, но и безопасной. А это важно. И в этом уверены работники торговли. На кассе мы обслуживаем только в масках. Они со скандалом уходят, покупают маски, но возвращаются и мы обслуживаем только в масках. В каждом отделе продавцы торгового центра не только соблюдают масочный режим, но и предпринимают все меры по недопущению распространения коронавируса. Часть сотрудников уже привита, часть на очереди на прививку от коронавируса. У нас по всему торговому залу находятся таблички с обрещением о том, что надо обязательно соблюдать масочный режим, надо соблюдать дистанцию полтора метра. Убедительно просим всех наших клиентов соблюдать. Это бывает, конечно, очень сложно иногда. Но радует, что сознательность наших граждан все-таки растет с каждым днем. Видимо, все-таки понимание приходит о том, что вирус – это вещь такая страшная и непредсказуемая. Полиция также призывает жителей региона к соблюдению всех санитарных мер в местах общего пользования. В республике продолжает действовать ранее введенный указ главы КЧР по соблюдению масочного режима. Убедительная просьба к жителям нашей республики соблюдать указы о пределении постановления, вынесенные руководителями нашей республики. Я уже один раз заболела, второй раз не хочу болеть. Личный пример – самая главная мотивация для населения носить маски в общественных местах. А те, кто по каким-то причинам не надел ее, представитель правопорядка напоминает о важности соблюдения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и для того, чтобы еще не получить дополнительный всплеск заболеваемости на территории республики. В машине сзади? Да, так надо, что у вас машина будет. Ну, вы будете на пользу, вы соблюдаете масочный режим, в основном в местах массового прививания граждан. Хорошо, вы соблюдаете? Спасибо. Хорошо, обязательно. До свидания. До свидания. В ближайшее время плотность контрольных мероприятий в соблюдении масочного режима на предприятиях торговли и сферы обслуживания будет только нарастать. И будет это продолжаться до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не будет носить напряженный характер. Альбина Ламкова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Чуркисия. Пингвины средь жаркого лета, лихие халкетинцы, скрометный юмор и все это в Кисловодском цирке. Хорошая возможность провести летние каникулы весело и вместе с артистами цирка. Светлана Шаганова о новой программе «Пингвишоу Ласта Рика». Люба и Цаца – не летающие морские птицы, но им и так комфортно живется в цирке. Лакомятся они исключительно балтийской килькой. Вот такие милашки успешно выступают на манеже. Почему пингвины вы выбрали для работы? И, насколько я знаю, их не дрессируют, да, пингвинов? Да, это наша вообще фишка, нашей программы. Вообще, я считаю, почему? Потому что они, во-первых, необыкновенно милые. Они просто потрясающие. Я их обожаю вообще, пингвинов. И мне кажется, люди тоже любят пингвинов. «Пингвишоу Ласта Рика» – это многожанровая программа. Артисты представляют редкие и сложные номера. Пеликаны, морские львы, озорные попугаи. Кенгуру-боксер вступает в поединок с соперником. Одним словом – зрелищность и экзотика. Только на арене цирка все многообразие жанров. Воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы, иллюзионисты, причудливые клоуны. И, конечно, забавные животные и птицы. Яркие репризы дарит легенда цирка представитель плеяды клоунов Советского Союза Евгений Майхровский, он же клоун Май. В нем сразу чувствуется советская клоунская школа. Он владеет всеми цирковыми жанрами, кроме одного – дрессуры хищников. Знаменитый его номер с гусем полюбился многим. Скажите, вот зрителя не просто рассмешить клоуном, быть непросто. Все-таки есть ли секрет, в чем секрет, или все же в вашем мастерстве? Ну, во-первых, конечно, должны быть гены. Родиться надо. В программе и королевские пудели. Очень игривые, забавные. С легкостью выполняют задания своего хозяина. Необычный номер «Миллениум». Артисты выполняют прыжки на 7 метров в длину и на 5 в высоту. И здесь нет права на ошибку. Все просчитано до миллиметра. А это гордость Туркмении. Бесстрашные, грациозные, лихие ахалтикинские лошади. Аттракцион «Бессмертие ахалтикинца» выполняется с невероятной скоростью. Я впервые вижу, как гусь засыпает под гипнозом. И еще мне понравилось, как попугай ездит на самокате и велосипеде. Я впервые увидела пигвинов в цирке. Они такие красивые. Скажи, что запомнилось, что больше всего понравилось. Конечно, агробаты. Они без страховки так делали. Я прям восхищалась семью. Хочу таким же стать, честное слово. Это просто настоящий блеск эмоций. Мне запомнились акробаты, которые делали трюки просто без страховки. Да, без страховки. Это просто бомбически и очень классно. Даже все классно. Все классно. Очень все понравилось. Все понравилось. А мамочки что? На самом деле я смотрела, у меня мурашки по телу бежали. Столько эмоций, энергии, вообще кайфа, драйфа. Я просто визжала как маленькая. Давно такого не было у меня. Мне очень понравилось. Классные эмоции. Летние каникулы в самом разгаре. И у всех есть прекрасная возможность увидеть пингвишоу «Ласта Рика» наяву в Кисловодском цирке до 11 июля. Светлана Шаганова, Ислам Урумов, Вести Карачаева-Черкесия, Кисловодск. Так и был этот день в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас в продолжении фильма «Эксперт». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...